Zoom AMS. Это серия миниатюрных внешних аудиоинтерфейсов от лаборатории Zoom, которые созданы для записи и для стриминга. Я бы даже сказал, для записи и стриминга в поле. Друзья, ну обо всём по порядку. Прежде всего, позвольте мне поприветствовать вас на канале Давай Запишем. Здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Сама линейка этих аудиоинтерфейсов состоит из трёх различных устройств. Есть 44 старшая модель, есть 24 средненькая модель, есть ещё и младшая карточка 22 AMS. Но о ней мы поговорим в отдельном ролике, потому что уж слишком сильно она отличается с тем, что мы имеем здесь, в частности, по количеству каналов. Давайте с этого и начнём. Итак, сегодняшние аудиоинтерфейсы могут похвастаться. Здесь два канала на вход и сразу четыре канала на выход. А этот аудиоинтерфейс может нам заявить, что он ещё более развит по части роутинга. Четыре канала на вход и, опять же, четыре канала на выход, то есть два независимых стереовыхода как здесь, так и здесь у нас есть. И это очень-очень важная фишка, о ней мы обязательно поговорим, когда перейдём непосредственно к этим выходам. Ну и будем рассматривать, как именно роутинг у нас работает на компьютере. Давайте по входам. По входам. Итак, здесь два микрофонных предусилителя, здесь четыре микрофонных предусилителя. И там, кстати, усиление до 58 децибел, что достаточно сильно. Это мы с вами ещё отдельно проверим, используя ручной динамический микрофон. Разъёмы комбинированные, то есть сюда можно подключать не только микрофон FTS, TRS, XLR, но мы, естественно, рекомендуем, как всегда, пользоваться XLR-соединением, но и что-то в линию, допустим, линейные источники, выход с драм-машины, синтезатора, электропианино и так далее. Также сюда войдут просто прекрасно различные инструменты, потому что есть гитарный режим, буквально одна ручка, которая вынесена сверху корпуса, с помощью которой мы один из каналов можем перевести в гитарный режим, подключить сюда, например, электрогитару, бас-гитару или, например, акустику с пьезой и записать спокойный инструмент прямо в линию по проводу. Это очень и очень здорово. Про линию, кстати, отдельно стоит отметить, что здесь имеется кнопка линкования в стерео, и здесь имеется кнопка линкования в стерео, то есть когда мы с вами подключаем стерео источник, и когда мы не хотим крутить сразу две ручки усиления, когда мы хотим, чтобы они как бы следовали друг за другом сразу два канала, это называется стереолинк. Тут он присутствует, и здесь он присутствует, если мы записываем какую-нибудь пианино, электропианино в стерео, это очень и очень удобно. Кнопка здесь работает на первом, втором канале, здесь кнопка работает для третьего и четвертого канала. Ну, в принципе, по разметке это прекрасно видно. Выходы. Я хочу с вами отдельно поговорить про выходы, потому что помимо основного стереоразъема TRS-TRS для подключения громких мониторов, для подключения микшеров, для подключения рекордеров на запись, есть ещё и вспомогательный выход, вот он здесь прямо отмечен, ручка B. Для чего эта ручка здесь нужна и как это всё устроено? Обратим своё внимание в цифровую рабочую станцию. И по роутингу сразу же видно, что у нас есть как основной стереовыход, так и вспомогательный стереовыход. Даже несмотря на то, что основных разъёмов здесь всего лишь одна пара, мы с вами можем пользоваться разъёмами для подключения наушников. Есть разъём A, есть разъём B. И в зависимости от того, куда именно у вас по маршрутизации пойдёт сигнал с компьютера, он будет выводиться либо на разъём A для наушников, либо на разъём B для наушников. Это очень удобно, если вы музицируете с кем-то. Это очень удобно, например, если вы занимаетесь диджеингом, и вам нужно сразу несколько стереовыходов, вот это устройство может его дать. Ну и естественно, всё, о чём я сегодня буду говорить, оно действительно как для 24, так и для 44 версии. Ну разве что не какие-то вещи, которые касаются именно входов, потому что мы с вами уже выяснили, что здесь мы имеем два канала по входу, а здесь мы имеем более интересные четыре канала по входу. Естественно, если обращаться к входам обратно, и если говорить в принципе, как сегодняшний ролик у нас строится, я напоминаю, что весь сегодняшний ролик это один большой тест. Мы записываем петличку, для её работы я подаю фантомное питание. И да, фантомка есть как на этом устройстве, так и на этом устройстве. Все наши сегодняшние устройства просто прекрасно будут работать с Android, iOS, Mac, PC. Для миниатюрных устройств возможно понадобится дополнительное питание, именно поэтому сзади корпуса мы с вами найдём дополнительный USB-разъём для подачи питания через адаптер, возможно, или powerbank. Также в каждом устройстве у нас есть такой очень интересный отсек для батареи, в который можно вставить две AA-батарейки, которые некоторое время эти устройства будут держать на плаву. И на одном, и на втором аудиоинтерфейсе есть loopback. Это очень полезная функция для стриминга, она позволяет нам захватывать звук из компьютера и как бы закольцовывать его на входные каналы. То есть при этом мы с вами на стереоканале, который у нас отправится на стрим, например, будем получать всё тот же самый звук, который играет у нас в системе, плюс сверху звук, ну например, с микрофона, который мы с вами подключили к устройству. Основная фишка этих устройств заключается в том, что они созданы как для музицирования, так и для стриминга. То есть их можно использовать во время прямой трансляции, потом прийти куда-нибудь домой или в более уединённое место и записать трек, записать вокал, записать инструмент и так далее. Именно для этого на корпус самих аудиоинтерфейсов вынесен специальный переключатель, переключатель режимов. У нас есть режим музыкальный, в котором мы и будем мутицировать, в котором мы будем работать, прошу прощения за тавтологию, в рабочей станции. Именно этот режим нам даёт независимо все каналы по входу, то есть мы можем писать в отдельную дорожку первый канал, в отдельную дорожку второй, третий, четвёртый. Я сейчас говорю про 44 AMS, и, ну, понимаете, полёт моей логики дальнейшей. Когда мы с вами переходим в режим стриминга, то все каналы по входу у нас схлопываются, то есть активируется такой внутренний микшер. Он смешивает все каналы в единый стереотрек, который в дальнейшем у нас уже будет уходить на стрим, что действительно здорово, потому что не все стримерские приложения распознают вот эту многоканальность и намного удобнее. Особенно, если вы стримите с телефона, например, куда-нибудь на платформу через приложение какое-нибудь, то у вас сразу же идет микс, который в дальнейшем идет на стрим, и его все прекрасно слышат. Он в двух ушах, что немаловажно, потому что моносовместимость во время мобильного стриминга — это очень важный параметр. И действительно все все прекрасно слышат, все очень хорошо. Кстати, на тему все все прекрасно слышат. Поговорим о мониторинге. Потому что здесь имеется аппаратный мониторинг без какой-либо задержки, это специальный переключатель, выполненный на боку корпуса и на этом, и на этом устройстве. И помимо всего прочего, помимо аппаратного мониторинга, мы поговорим штатно про программный мониторинг, потому что здесь мы можем подключиться к рабочей станции, мы можем производить записи, и осилзадержка, которую вы сейчас можете наблюдать на своих экранах действительно как и для одного, так и для второго устройства. Напомню, где она нужна, как правило, это когда мы с вами работаем с плагинами, с плагинами, которые эмулируют звучание гитарного усиления, с вокальными плагинами. Если мы хотим все это слышать без задержки, то, опять же, параметр задержка — это очень и очень важно. Старайтесь за этим следить. Поговорим о драйверах и о контрольной панели. Контрольной панели, кстати, нет ни на одном из сегодняшних устройств, потому что все управление мы найдем исключительно на корпусе. Это, кстати, очень удобно, если опять же говорить о стриминге с телефона, с какого-нибудь приложения в телефоне. ASIO драйвер. И это здорово, у каждого сегодняшнего аудиоинтерфейса, в том числе и вот у этого малыша, есть свой собственный ASIO драйвер. Скачать драйверы можно с официального сайта, и вместе с этим не забудьте скачать более актуальную прошивку, потому что вот даже на момент снятия ролика прошивка более актуальная уже вышла, и на каждое устройство мы накатили прошивку посвежее. Я пишу теперь два канала. Зачем я это делаю? Вот именно для этого. Сейчас вы слышите мой голос через конденсаторный широкомембранник AC-T2. Именно так широкомембранный микрофон будет звучать с этим аудиоинтерфейсом. Прошу обратить ваше внимание на то, что у нас имеется достаточно хороший запас по усилению в целом. Это конденсаторный микрофон, это неудивительно. Но опять же, я думаю, более интересно будет сейчас подключить ручной динамический микрофон и посмотреть, а как же дела обстоят там. Пока я переключаюсь, поговорю еще немножко с вами. Поговорю о том, что вы не должны бояться подключать динамический микрофон к каналу, на котором работает фантомное питание, потому что сейчас действительно на второй канал подается фантомное питание. Мы этого не боимся, мы эти предрассудки с вами оставляем в прошлом. Пользуйтесь правильным соединением, правильной балансной коммутацией, XLR-проводом, и будет вам счастье, дорогие друзья. Ну а я, наверное, добавлю побольше усиления и что-нибудь поговорю, ориентируясь на волновую форму. Ну да, плюс-минус так. Смотрите, у меня запас есть, у меня действительно есть хороший запас. Я сейчас получаю уровень тот же самый, с которым я писал T2. И в целом, да, в целом, да, можно смело утверждать, что 58 дБ здесь есть. И этого усиления вполне хватит, по крайней мере, для ручника, а возможно, даже для полноразмерного дикторского динамического микрофона. Ну вы понимаете, какие микрофоны я имею в виду. Уйду снова на петличку и скажу вам, что идет в комплекте. Комплект, кстати, не богатый, идет всего лишь один провод. Это USB Type-A для подключения к устройству, к компьютеру или через переходник к какому-нибудь мобильному устройству, на USB Type-C для, собственно, подключения к аудиоинтерфейсу. Давайте поступим логично. Весь ролик сейчас основной я писал на 44-ю. В тесте будем использовать 24-ю, благо тут два канала, как раз то количество, которое нам и будет необходимо. Если вы планируете заниматься не только звукозаписью, но и стримингом, особенно если речь идет о стриминге с мобильных устройств, то сегодняшние аудиоинтерфейсы вполне себе могут вам подойти. Опять же, да, напрашивается такое сравнение с теми же самыми iRig, и мне будет очень интересно узнать ваше мнение, вот если сравнить серию AMS с iRig. Что вы думаете, кто из этой схватки выйдет победителем? Не в последнюю очередь я прошу вас обратить свое внимание на ценник, потому что ну Zoom делают хорошее устройство, но и ценник, естественно, у них достаточно высокий. И это тоже стоит учитывать перед тем, как мы с вами будем выставлять какие-то отметки. Что хочется сказать отдельно? Предусилители, мне они здесь понравились, 58 децибел, и это действительно слышно, что здесь есть 58 децибел. Усиление на наушники, как отдельно тоже, если выносить этот параметр, ну оно здесь среднее. Ну оно и понятно. Маленькие джеки, в принципе, с расчетом на подключение наушников капелек другого, я думаю. Другие наушники сюда лучше не подключать. Опять же, все, что больше 32 Ом, скорее всего, для вас будет тиховато. Еще раз зову вас комментарии, напишите, что вы думаете по поводу этих аудиоинтерфейсов. Друзья, не забудьте поставить лайк, чтобы отблагодарить нас за работу. Не забудьте подписаться, если вы здесь недавно. Ну и, конечно же, напоминаю, что это был канал Давай Запишем. Здесь мы с вами говорим про аудио и штатно зову подписаться на мои соцсети. Все ссылки прямо сейчас вы можете наблюдать у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Ну эти функции, черт ногу сломит, там есть, нет, хрень как-то меня туда несет. Пишем. Куда вас несет Алексей сегодня? Не знаю, куда-то вот не туда, явно. Прям сюда же, давайте сюда же. Петушка опустил. Бывает.